За 22 года на дороге Кыргызстана привлекли кредитов и грантов на сумму в 2 миллиарда 355 миллионов долларов. Об этом сегодня на заседании комитета Джугур-Кукинеша по бюджету и финансам сообщил министр транспорта и дорог Джанат Бейшенов. Парламентарии пытались выяснить, как расходовались эти средства и насколько целесообразно было брать такие долги на некоторые из проектов. Наибольшее число кредитов было взято с 2012 по 2015 годы. 420, 414, 300, 200. Это все кредиты, взятые на дорогу Север-Юг. Очень много разговоров в народе. Скажите, насколько необходима нам эта дорога? Я считаю, что проект альтернативной дороги Север-Юг – это очень хороший проект. И мы должны его, безусловно, закончить. Мы его закончим. Это дает развитие, региональное развитие. Буквально на днях на сайте Всемирного банка были опубликованы результаты исследования, согласно которым Кыргызстан попал в черный список из 22 стран, преимущественно африканского континента, в которых, как указывается в документе, от 7 до 14 процентов направляемая финансовая помощь разворовывается правящими элитами. Джугу Кенеша, как выяснилось, о результатах этого исследования известно пока еще очень малому числу депутатов. По словам Сайдулы Нышанова, открылись неприятные факты. Все это незамедлит сказаться на международном имидже страны. Как отметил депутат, необходимо привести в порядок получение кредитов, усилить мониторинг их целевого использования, а также уменьшить участие в их распределении представителей высших эшелонов власти. Есть в правительстве такие проекты, которые они, как мы, вот парламент, не рассказывают, они делают. Возможно, они уже задания дали, проверяют и уточняют, какие моменты были. Но в любом случае большой сигнал от седьмого этажа до простого народа, это немножко неудобно. И поэтому мы будем все стараться, чтобы дальше вот так не продолжался. По словам бывшего министра финансов Акалбека Джапарова, подобные исследования уже проводились лет 15 назад. В африканских странах тогда была обнаружена прочная взаимосвязь. Как только в какую-то из них поступала финансовая помощь, усиливались диктаторские режимы, увеличивалось количество богатых людей, при том, что страна в целом становилась еще беднее и еще более погружалась в долговую яму. Тогда и была предложена программа «Хипик», когда в обмен на программу развития той или иной стране списывалось до 50% внешнего долга. Кыргызстан тогда в эту программу не вошел. Как оказалось, результаты исследований экономистов Всемирного банка подтверждаются анализом и кыргызстанских экономистов. С поправкой, однако, на то, что далеко не вся, оказываемая международным донором помощь, оседает в карманах местных чиновников. Мы прекрасно видим на примере Министерства транспорта, что из 2,6 млрд. 85% денег они так и остались за рубежом. То есть Всемирный банк и Азиатский банк развития, различные финансовые институты проводили тендера. Деньги каким-то образом приходили к нам, но при этом в тендера выигрывали зарубежные компании и деньги уходили туда. Соответственно, офшор тоже за рубежом. Соответственно, есть какая-то устойчивая связь и возможность некоторых клерков, может быть, и самого Всемирного банка, наших чиновников и тех, кто строит эти дороги, сделать устойчивую преступную связь и каким-то образом определенную часть денег из этих кредитных ресурсов забирать себе. В таких случаях, по словам Джапарова, становится невозможным. Несчет на палате Кыргызстана, неправоохранительным фискальным органам отследить движение денежных потоков. Дело в том, что и Всемирный банк, и Азиатский банк развития выставляют жесткие требования по банковским гарантиям. Уставной капитал местных банков позволяет им дать гарантию на сумму не более 5 миллионов долларов. В то время как 5 лет назад они не могли гарантировать возврат и одного миллиона. Поэтому к тендерам привлекаются, как правило, европейские компании, имеющие солидный опыт работы в своей сфере. Парламентария предлагает пересмотреть законы, регулирующие сферу кредитов, а их чуть более 10, где выставить главные условия. Соответственно, этот механизм, раз теперь ясен всем и самому Всемирному банку, нам известно, парламентариям, правительству теперь известно, мы должны поменять механизмы получения этих кредитных средств. В первую очередь, я считаю, необходимы все кредитные средства, деньги, особенно после скандала на ТЭЦ, на дорогах, на Датхакимин, все деньги должны приходить в Кыргызстан, на счета Национального банка. Деньги все должны приходить здесь, тратиться здесь и контролироваться нашим фискальным органом. Это главные условия получения кредитов. Еще одним инструментом эффективного использования кредитных средств экономист предлагает создание совместных предприятий, когда при освоении финансовой помощи и техника, и опыт будут оставаться на территории Кыргызстана. Необходимо отметить, что общая сумма финансовой помощи Кыргызстану за 25 лет составила более 10 миллиардов 300 миллионов долларов США, из которых гранты составляют около 3 миллиардов долларов. Более 7 миллиардов необходимо возвращать. Самый крупный кредитор Кыргызстана – китайский Эксимбанк. Ему страна должна вернуть более 2 миллиардов долларов США. Бот и Сайферлан Кемельбеков, НТС.